Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Гаруш Арзуманян, и мы сегодня будем говорить о последствиях коронавируса на туризм и на искусство. По этим вопросам мы будем говорить с режиссером-художником Малхазом Баршанидзе. Господин Малхаз, первый вопрос у меня такой, как выжить с малым бизнесом, который вот все это время был привязан к туризму? Да, это очень-очень-очень трудный вопрос, очень. Насколько, в принципе, пока эта антивирусная кампания не закончится, конечно, это очень много преграды, очень серьезные проблемы с этим. Но потом, после этого, как все откроется, конечно, надо будет уже какие-то новые технологии выдумать, придумать. Потому что, как раньше было, наверное, придется его поменять кое-что. Потому что и в будущем, может быть, да, какие-то такие проблемы будут создаваться. И заранее мы должны все уже готовы, чтобы вот такая ситуация не была. И более легкая была. А так, в Италиях, конечно, очень это серьезные проблемы есть. И как и финансовые, так и в законах. Например, очень многие компании имеют, я даже думаю, что большинство кредитов, и у них очень серьезные проблемы создались за это, что они, во-первых, не могут работать, а во-вторых, каждый день звонят из банка и банков. И вообще эта банковская политика, это вообще отдельная ситуация, потому что они так работают сегодня, как будто нету пандемии. И у меня есть близкие люди, которые уже больше полгода парализованы, они не работают. И банки звонят и угрожают. Это, конечно, самое экстремальное, что можно сказать, вот в туристическом публике, в сфере, как сегодня реально живут эти люди, которые с туризма. А туризм еще это базар, это крестьяне, которые зарабатывали, да, какие-то продажи, и очень много чего-то. Это не только туризм, это не только турист приезжает, или уезжает, или в гостиницу посылается. Это целая экономическая система. Я думаю, что это надо новую политику создать. Чтобы бизнес и экономика не было связано с туризмом, да? Да, 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 да. И я думаю, что еще надо поменять законы, которые пользуются сегодня банки, и еще должны какие-то углоты и крестьянам, и другим этим, что они более как-то в систему... Они в систему вошли, что у них вот такие стрессы не будут, что перед... Не оказались еще перед голодовком или вот таким ужасным проблемами. Мы это знаем, что сейчас что происходит. К сожалению, это реально. А какова ситуация с выставками изобразительного искусства во время карантии на Ило Ханна? Ну, в принципе, физически абсолютно парализован, но там сейчас у людей искусства появилось... Они больше перешли в интернет. И больше вот дистанционными этими занимаемся. Ну, некоторые даже уже интернет-выставки делают. В принципе, там тоже очень проблема, потому что и так с искусством проблема была, а сейчас весело. А вот смысл вот все это перевести в онлайн, включая вот туры и выставки, по-вашему? Можно, можно и даже обязательно нужно, потому что какое-то время опять будут проблемы с этим. Мы же связаны с теми людьми, которые покупают, да, картинки. А у этих бизнесменов проблемы. Весь мир сейчас экономический кризис. А это уже дает нам это, что мы должны уже работать с интернетом. И через почту, чтобы присылать и продавать и что-то. Так что мы на этот период должны, конечно, где-то 70-80% заниматься онлайн. С какой-то стороны это будет очень интересно, потому что новая технология всегда делает какие-то новые возможности. Ага. И я думаю, что нет куда без добра. Мы это должны хорошо учтевать. Понятно. Проблемы, конечно, как и везде, у нас тоже, там нет проблем. Понятно. Спасибо, Батоно, спасибо за интервью. Удачи. Дорогие радиослушатели. И напоследок я напомню, что сегодня мы говорили о влиянии коронавируса на туризм и на искусство. Удачи. Продолжение следует...